краска у нас будет сегодня вот такая вот матовая слоновая кость если у вас узорчик ой цветочки то есть например у нас девочки делали на мастер-классе у меня маргаритки да там были и тогда они разводили белую краску сумбры жены получается очень нежный такой даже что-то близкой пыльные розе цвет то есть отталкивайтесь пожалуйста от картиночки здесь подойдет для этой картинки подойдет слоновая кость а фирма это дейли для это дейли арт совершенно губки отказалась совершенно от хозяйственных губок которым посуду моет потому что меня это ее жесткая часть который паста абразив который сыпется у меня честно говорю жутко бесить уже стал вот эти вы черные точки которые потом я значит теперь пользуюсь можно пользоваться поролоном помните как ты говорила что не люблю безвыходности но поролон надо очень часто менять потому что он действительно начинает осыпаться с ним нельзя долго работать и мне понравились я кто в питере живет и в больших городах у всех на есть ашан там продается по 6 рублей вот такие вот губки для тела он стоит всего 6 рублей и изумительный девочки поролон я просто для себя сделала такое открытие так что очень рекомендую значит обратите внимание краску я всегда наношу кистью и только потом разбиваю губкой и чего это надо чтобы у меня прокрасилась прокрасился весь рельефчик конечно да 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 совершенно верно и потом если макать губку в краску да выложим прям тарелочку и начну макать в краску губка очень быстро забивается а здесь мы мелко-мелко вот так вот именно мелко-мелко разбиваем так быстренько 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 заполняем естественно надо конечно обратили внимание что мы лаком естественно не покрывали а зачем дело в том что по лаку краска будет немножко скатываться и плохо ложится поэтому мы поработав с рельефной пастой или или со шпатлевкой мы не покрываем лаком то есть краска лучше впитывается в пористую поверхность соответственно лучше закрывает все светлана пишет мебельный плотный поролон очень хороший не дает пузыри здесь дело не в пузырях а дело в том что начинает сама фактура осыпаться мелкой крошечкой то есть когда вы долго им работаете я например ну максимум 10 сантиметров до вот квадратик наношу и потом выбрасываю я имею ввиду заполняем поролоном этим такую площадь потому что потом я вижу что начинает такая насыпаться именно сама фактура поролончика начинают маленькие мелкие кусочки это может мне про девочки я не буду врать может мне просто так не повезло с поролоном обратите внимание не надо сразу всю работу покрывать краской вы не успеете просто и разбить потому что она очень быстро впитывается и очень быстро сохнет поэтому работаете всегда фрагментиками вот нанесли какую-то часть разбили вот у нас она когда покрашена даже интереснее в себе узорчик даже красиво смотрите и вот так вот прям вот можно даже вот такими вращать вращательными движениями чтобы все узорчики все наши неровности все 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 заполнилось девочки теперь нам нужно очень хорошо высушить работу опять же феном и покрыть хотя бы двумя слоями лака с промежуточной тщательной просушкой потому что мы будем с вами старик то есть патинировать работу медиумом 817 фирмы play вот видите а теперь смотрите вроде бы все да не все помните я говорила про рамочку вот если бы у вас были точечки представьте как вам сложно было бы сейчас мучиться так мы быстренько 1 1 прокрасим нашу раночку ну Субтитры подогнал «Симон»